Я бы не подумала, что я буду когда-то вести тренинги, и вести тренинги на большие аудитории даже. Потому что в школьной, когда я училась еще, мне было очень сложно вообще выйти на сцену, рассказать какое-то стихотворение на 9 мая. То есть я выходила, я помнила идеальное стихотворение, я выходила и забывала слова. Во время экзамены, там, по-моему, 9 класс это был, я во время защиты какого-то предмета по ЮНЕСКО, я даже помню, я вышла и начала смеяться, потому что это был истерический смех от волнения, опять же, да, аудитория большая, люди и так далее. И сейчас, понимая это, что я там тогда еще даже не могла подумать, что сейчас я буду вести тренинги, мне, конечно, это приятно осознавать. Как это все началось? Это началось, наверное, еще 6,5 лет назад, когда я пришла в компанию свою работать на должность администратора. Я чуть-чуть поработала несколько месяцев, потом я заработала деньги, в принципе, и уехала на море, на ГОА тогда, да. Отдыхать. Отдыхать, конечно же. Конечно, зачем мне, что мне еще делать? Я заработала денежку и уехала. Но через несколько недель мне позвонили из нашей компании и предложили вернуться в качестве тренера. И ты знаешь, самое интересное, я не задумываясь, согласилась. И тогда я... Конечно. Я просто сказала, да, хочу. И когда я уже положила трубку, я такая начала думать, а как я это буду делать? Потому что у меня нет опыта, у меня нет понимания ведения тренингов, я не могу выйти на большой аудиторию и так далее. И, наверное, именно желание, оно превзошло, да, вот страх мой. И за короткое время я начала узнавать конкурентов, изучать их программы, изучать вообще то, что они рассказывают.